Значит, мы сегодня поговорим про то, как у нас через несколько лет будет проходить в России, ну и на Украине тоже, настоящая фирменная катастрофа. Она будет связана с тем, что наши современные индустриальные города прикажут долго жить. И мы должны обсудить, как с этим можно бороться и какая может быть стратегия действий в ситуации подобного рода катастрофы. Сразу же скажу, что доклад не мой, но автор этого доклада решил с ним не выступать, хотя он позицию вырос. Он объясняет это следующим образом. Россия страна, страна археологической культуры. И представьте себе, говорит настоящий автор доклада, что у какого-то человека в один прекрасный момент, возможно этой зимой, возможно зимой следующий, от обморожения умрут двое детей. А его жена от обморожения вынуждена будут отрезать руки и ноги. И таким образом получается, что девять из десяти подобного рода людей отнесутся к нашему видео, как попытке спасти этих людей. А один решит, что мы по поводу своей архаичной природы, своей души, что мы его как бы накликали в виду. И тогда он будет мстить. Я совершенно образом таких апокалиптических, апокалиптически не настроен таким образом. Я не думаю, что действительно будет массовое обморожение, массовая гибель русских в отмирающих городах. Я полагаю, что город это такая вещь, которая может вытереть все что угодно. Хиросима и Нагасаки выдержали атомную обморбировку и стали краше, чем прежде. Через Харьков, через потом зимний Харьков, четырежды прокатывались войска, зад и вперед, фашистские и советские. Берлин был полностью разрушен. Куча, Сталинград. И все города ФРГ, уничтоженные прицельными, а не просто ковровыми обморбировками, ну как тот же Токио, кстати, и города Германии, к 60-му году стояли красивыми, прекрасными, гораздо лучше, чем были до этого. То есть человек может восстановить все что угодно. А города это такая вещь, настоящий город, которую уничтожить очень сложно. Тем не менее, точка зрения автора настоящего доклада, она настолько интересна, что ее стоит обсудить. Вот так. Значит, о чем идет речь? Речь идет о разрушении их теплоснабжения. Хочется заметить, что в настоящий момент человечество переживает удивительный период роста по всем своим направлениям. Никогда мировая экономика не росла так быстро. В первую очередь, конечно, за счет стран Тихоокеанского региона. Кампучия, Таиланд, Вьетнам, Китай, Индия, Малайзия, китайские драконы, Сингапур, Тайвань, юго-восточные азиатские драконы, Корея и всякие прочие. Очень высокий рост в целом ряда латиноамериканских стран. И вообще все прекрасно. Но если мы посмотрим на карту космической съемки, на наших городов, на которых будет отмечено, я всем обращаю внимание на такую карту, количество источников света, как они менялись, мы увидим, что за последние 10-20 лет вот эти расцветающие города, связанные с световыми потоками, где возрастает количество рекламы, освещения, они во всем мире утолщились и развились невообразимо. Но есть определенная часть земли, сразу же скажу, что это одна шестая часть суши, где происходит прямо противоположный эффект. Что там действительно у нас расцветает и расцветает все время Москва, ее пятно все ярче и сильнее. Есть еще ряд интересных пятен. Петербург остается так себе. И с другой стороны, вся вот эта окружающая российская, ну не только российская, еще и украинская, и среднеазиатская действительность, она погружается в некий мрак, в темноту. Там происходит не рассвет, не появление большого количества источников света, а происходят прямо противоположные эффекты. То есть свет у нас в парферии России, он по большому счету затухает. Это некий объективный характер, о котором нельзя умалчивать. Ну я на это отвечаю во втором докладе. Ну посмотрите, какое количество красивых магазинов в Петербурге, отреставрированные набережные дворцы, Константинец, КСКР. Вроде бы ситуация рассвета. Но в том не совершенно справедливо замечается. Так было бы, если бы некий человек пошел и продал собственную почку, а на выручные деньги сделал бы себе подтяжку лица. Он бы действительно выглядел бы лучше, но почка-то продана. Связано это с тем, что у нас сформировался определенного рода капитализм, который трудно назвать капитализмом, и связанным он с паразитируемой амортизационной лиренте. Ну в самом деле, мы сейчас замечаем, что происходит ликвидация российской, то есть бывшей советской, металлургической промышленности. Например, у Магнитогорского металлургического комбината в прошлом году чистый убыток составил почти 4 миллиарда долларов США. Уменьшило при капитализации в 300-400 миллионов долларов 10 миллиардов долларов долгов. Здесь вот у нас цветной и черной металлургии происходит собственная катастрофа. А почему? Потому что новые собственники этих предприятий предпочитали эту амортизационную ленту не вкладывать в производство дальнейшее, не встроить новые заводы, а просто выкласть в собственные карманы. То есть не происходило обновление капитала. Аналогичная ситуация у нас возникает, если мы рассмотрим внимательно, и системы теплоснабжения городов. Плюс там есть определенного рода некоторые имманентные проблемы. Имманентные проблемы связаны с неудачными советскими выбранными режимами работы. Но в самом деле, как устроено теплоснабжение сегодня современного российского города? А устроено таким образом, что у нас существует несколько ТЭЦ, 4 или 5 ТЭЦ, которые бывают объединены в некую единую сеть. И получается, что все дома большого города, то есть на 1400 человек, они как бы питаются из одной сети, которая обслуживает, соответственно, 2, 3, 4, 5 ТЭЦ. Поэтому одна-две из них по-настоящему крупные, остальные носят ярко выраженный вспомогательный характер. Температура у них регулируется следующим образом. У нас поступает, идет от ТЭЦ тепло, и здесь у нас стоит какой-то многоквартирный дом. И по нему есть два способа теплового снабжения. Первый способ теплового снабжения, как вот у меня в доме, когда у вас есть теплообменник, здесь циркулирует одна вода, а в трубах здесь, в центральном теплооснабжении, другая вода. Вот так. А есть еще и вторая схема теплооснабжения. Это была первая схема. Теперь вторая схема теплооснабжения. Это когда вот та же самая вода, смешиваясь вот этой с водой от обратки, имеющей более низкую температуру, она проходит по трубам и возвращается вот через обратку куда-то еще в воздухе. Советская система теплооснабжения. Вот если очень холодно, то мы увеличиваем температуру теплоносителя. Если у нас тепло на улице, то мы температуру теплоносителя наоборот понижаем. Западная система теплооснабжения. Мы оставляем температуру теплоносителя постоянной, но при этом происходит так, что мы меняем давление. Тогда вот здесь смешивание происходит настолько интенсивно, потому что давление ниже, и вот этот дом начинает слабее оттопляться. То есть в первом случае, то есть в советском, у нас есть качественное регулирование. Оно состоит в том, что у нас меняется температура теплоносителя, а в то время как у нас при количественном теплооснабжении происходит изменение давления. Какое лучше? Западное. Почему? Потому что когда у вас меняется здесь температура, у вас трубы расширяются и сжимаются. Расширяются и сжимаются. И у вас они все время испытывают большое количество колебательных перегрузок. А если у вас всю зиму интенсивно плесала температура на улице, то они у вас все время будут просто как гармошки работать. Утверждается еще, что Лужков, подсмотрев вот эту количественную... А давление что, разве не будет гулять? Не будет. То есть ты меняешь давление? Не так, не будет. Не будет гулять. Труба остается у тебя постоянно длинной. Давление-то меняется? Набрузка на трубы меняется? Оно ничтожно. Оно ничтожно. Это десятая доля атмосферы. Ну, я не знаю, но может быть это... Ну, оно не происходит решение. Надо считать. Поэтому у нас писали эти штуки. Везде стоят вот такие были, раньше стояли компенсаторы в колодцах. Их надо было обслуживать. То есть что-либо еще с ними делать. Вот. Лужков утверждается, подсмотрел эту ситуацию на западе, западную, и перестроил полностью теплоснабжение Москвы. Поэтому Москва в будущих проблемах не погибнет. А все остальные вот города, они вот так примерно снабжаются. Так они погибли за счет того, что просто трубы выйдут из строя? Да, что у нас какой-то прекрасный момент системы теплоснабжения в городах, они разрушатся. Может, перейдут на западный вариант как бы. Нет, это не получается. Почему? Потому что у тебя вышло теплоснабжение, у тебя трубы все схватят. Они замерзут. У тебя схватят трубы в домах. У тебя замерзнет канализация. У тебя замерзнет холодное теплоснабжение. Люди будут пытаться греться за счет электроэнергии. Вылетят под станции энергетические. У вас будет фирменный вроде апокалипсис. Отсюда автор доклада говорит, что вот возможны такие вещи. А кажется после того, что... Апокалипсис, то вряд ли он трубами просто будет трубы менять каждые полгода. Смотрите. Это просто завтра более может быть затратно. Это у тебя произойдет внезапно. Это произойдет внезапно. Это произойдет, если у тебя, грубо говоря, накроются все трубы просто одновременно накроются. А с чего они накроются, если их меняют? А накроются они с очень простой системой. Что в советские годы было требовано, что все больницы, школы, детские сада у них было два источника тепла. Не считая оправки. Вот такие два. И вся система, вот она, городская, она была в большом количестве у них дублирования была. После советское время решило было сэкономить норматизации. Решили в первую очередь, ликвидировали бригады, которые обслуживали компенсаторы. Вместо этого взяли их заварили на метр. И они в некотором состоянии, труба там ходит, расширяется, не расширяется, но они в этом много лет могут жить существами. Во-первых, трубы меняют на пластиковые, которые этому не подвержены. Нет, у тебя трубы все равно все трубы, которые я чувствую, что я чувствую, это авария. Ага, говорим мы, у меня произошла авария, давайте мы этот участок вырежем, то есть отключим, как они говорят, захоронено, опустим вот так воду вот сюда. Потом здесь произошло, говорим, давайте мы его тоже похороним и воду пустим вот сюда. И на сегодняшний день уже у большинства школ, хотя это запрещено, в городах по России всегда есть только один путь путешествия этой тепловой энергии. Все остальное вот так захоронено. Там бывало до 10 раз дублирование. И поэтому сейчас ситуация окажется, что... По идее, надо было восстанавливать где-то летом эти участки. Да, если у тебя какой-то участок исчезнет, вот этот, то теперь уже речь идет о ликвидации всей этой системы теплоснабжения города. Если бы она состояла из замутых вещей, из таких участков, вот например, как в Архангельске дело обстоит, там есть центр, который снабжается, да, централизованно. В нем где-то половина населения, а вторая половина рассредоточена по небольшим поселкам. И в этих небольших поселках оказывается, в этих небольших поселках есть собственный отец. У них нету соединения вот здесь. Они сами по себе живут. В случае чего неприятности в центре города можно перекинуть весь народ, подселить квартиры к окружающим поселкам. Вы не смейтесь, это вопрос серьезный достаточно. Вот, такова она ситуация. Связана она, вот общая картина, она вот так и выглядит. Очень похоже, в последнее время, по статистике было, что количество аварий на трубах, оно начинало расти экспоненциально. Но позапошленью зимой она вышла на некое плавное. Спрашивается, почему она вышла. Абиссиние мы очень простое. Люди отказались от регулирования температуры, а где же поставили температуру теплоносителя теперь? Ну, почти все города. В результате у них в теплую погоду очень жарко, они открывают все окна. А в зимнюю погоду, в холодную погоду, очень холодно. Почему? А потому что люди отчасти отказываются, да, посредними. Она отказывается от этого, чтобы трубы расширялись или не расширялись. То есть система оказалась очень надежной и она преспокойно прожила 20 лет, как у нас, так и на Украине. В Петербурге ситуация лучше, а в сих городах она очень неполоха. Вот. Значит, вот эту мысль, которую хочется ее довести. То есть вот она, практически сейчас мы находимся вот здесь уже, вышли на критическом некий уровне, близкий к нему. Если бы она экспоненциально была, то уже прошлое, позапрошлое лето, относило бы такой апокалиптический характер. Что такое апокалиптический характер? Это когда у вас оказывается без тепла два, три, трехсот, четырехсот тысячников в стране. То есть у вас ситуация катастрофы, она разворачивается не на примере одного голода, а скорее всего это будет либо Тверь, либо Кухганг, возможно, на какой-то, любой другой. А разворачивается именно на вот этой самой, разворачивается сразу же во внестких городах трехсот, четырехсот тысячников. На следующую зиму десяти трехсот, четырехсот тысячников. Еще через время, еще тоже может на десяти, пятнадцати, двадцати. В результате окажется, что у нас затронутое этим будет порядка десяти, тридцати миллионов русских. Подородом не этим вещам. Ну, спрашивается, насколько им будет плохо. Россия. Да, русские. Ну, не россиян, фактически. Фактически. Насколько это будет страшно. Какие действия можно предпринимать? Ну, первое, это попытаться что-то делать с трубами. Но сегодня же делать с ними уже ничего нельзя. Более того, систему вот этого советского централизованного теплоснабжения восстанавливать, наверное, даже не нужно, потому что ее в мире нигде нет. Ну, первый путь реалистичный. представляете, вылетает 3-4 города таким образом. Вот, либо этой зимой, либо следующей. Они замерзают полностью. Значит, реалистичный путь. Как должна власть здесь в таких условиях? Ну, первое, что должна сделать власть, то, что она сделает, это она, скажем, отменит опять выбор губернаторов. Потом она заставит регистрировать, регистрироваться не только в сайты с посещением в 3000 человек в день, но и в 2000 человек в день. блогеров запретят. Да. Или, может быть, они откажутся от Твиттера и от Ютуба запретят в стране. То есть, это вот то, что они, как в этой ситуации они поступят. Да? В смысле? Ну, блин. Ну, а как? У них ритуальные действия не совершат некие. Ну, вот так они поступят в этой ситуации. Теперь, что бы надо было сделать? Значит, здесь есть две опасности. Если будет замерзать курган, то всем будет абсолютно все равно, что с ним будет случиться. потому что никакой угрозы он для власти не несет. Один сам по себе нет, конечно. Да. Вот гораздо хуже, если будет замерзать, допустим, Тверь. Или Тула, либо Калуга, либо Ярославль. Один по себе, сам по себе город. Ну, какие-то подмосковные города. Есть большой риск, что часть этого народа переедет греться в московский метрополитен. Ну, чего? Отвели, что ли? Да. Отвели там 200 этих, меньше 200 километров. Они сели на электричку, собрали всю семью, бросили свой скарб. А в таким случае в городах будет массовое мародерство, вы понимаете, да? Будет неприятно как-то все это сохранить очень сильно. И переехали в Москву и живут в Москве. По понятным причинам, там русский народ сострадательный, большое количество ментов находится отчасти на их стороне. Ну, то есть, они бьют в полсилы, там еще что-то там делают. Как-то так вот. Не просто как-то лупят. Деньги собирают. Деньги собирают очень небольшие, там по московским меркам совсем какие-то. Ну, какие-то ничтожные. Хорошие деньги. Ничтожные. То есть, они вот находятся. И у нас, оказывается, большое количество людей, которые настроены, скажем так, как-то несколько негативно. И замораживание подмосковных городов будет определенного рода выбором, вызовом для власти. Ну, спрашиваются в вопросе, они вообще говорят, устает власть или не устает? Да. Как вы думаете? Устоит, конечно. Не просто повернуться, конечно. Устоит, устоит. Ну, что будет делать Путин тот же, да? Раньше он летал за штурмом бе какого-то там самолета и сам тушил пожар. Теперь он будет там стоять, где-то покажет, как он... С ключом, навел... Да, спаяльной лампой поводаться, растопить какую-то роду трубу. Батарею. Батарею, да. Будет стоять что-то еще. Или на экскаваторе по заснеженному кургану ездить. Ну, вот как-то вот в этом в этом духе дело будет происходить. Вот так. Потому что опыт показывает, что... Ну, это не важно. Опыт показывает, что даже самые ненормальные режимы могут очень успешно сопротивляться любому внутреннему воздействию. Ну, пример, конечно, Куба. То есть, они уже 60 лет, грубо говоря, глумятся над своими гражданами. Там тоже нет интернета запрещен, там жесткая система, там девушки готовы отдаваться за календарик или за красивый пакетик. Ну, правда, их приятелем надо обязательно накормить, потому что голодные смертельно. Там везде колючая проволока, невозможно выехать на запад, от себя, так и так 60. Потом речь шла о Кубе, о стране, которая находится там пару сотен километров от Майами, и рядом находится Порто-Реко, который давно является штатом уже Соединенных Штатов Америки один из. И ясно, что Кубу ждала бы та же самая судьба. И по сути Клика Кастро отняла у десятков миллионов кубинцев, то есть у трех поколений, право на достойную жизнь. Вот, отняла. Но тем не менее, это абсолютно стабильный режим подносом у американцев существует. Или ситуация Ким Ир Сена в отсутствии автомобилей, в отсутствии того же интернета, в отсутствии чего-либо еще. Три поколения ребят спокойно там царят, и возможно будет четвертое поколение. И это все очень нормально. Поэтому любой нормальный режим с определенного рода вещами, действиями, он и такое переживет запросто. Главное подготовить мораль людей. Да. Знаешь, что тут любопытно? Любопытно, что наша государственность должна считаться с климатической зоной, в которой мы живем. Да, должна. Получается, то, что ты рассказываешь, ты вроде бы начал с канализации охочен властью. Да, должна, конечно. Как бы пытаться просто вот какие-то идеальные способы перенести на почву России каких-то западной демократии оказываться простой демагогией в силу того, что просто москли мы можем просто так создать на нашей территории какие-то демократические анклавы просто в силу того, что нам нужна строгая централизация, чтобы обеспечить просто противопроживание. Ты знаешь, не нужна. Не нужна. Вместо того, чтобы развивать и усовершенствовать наше теплооснабжение, мы просто тупо прожрали. Тупо делаем власть. Почему прожрали? Потому что в демократическом режиме мы и прожрали. Да, прожрали. А в централизованном режиме это все могло существовать. Ну, высокого уровня жизни, который был в последние десятилетия, у нас бы не было. Ну, со всеми этими машинами, пробками, ресторанами, все прочее. Ты как бы пытаешься глумиться над властью, да, и указывая ей, что вот нет, мало. Да нет, это бери больше, что я. Значит, я собираюсь просто глубиться на той замечательной ментальностью, которая появилась, сформировалась на сегодняшний день в России. Это понятно. Но я-то говорю о том, что возможно особый путь России имеет также причины климатические, что мы живем в такой климатической зоне, связанной и как бы там, редкоземелью, как это называется, земледелие, это же какой-то там. Зона рискованного земледелия, достаточно холодный период зимний, да, и проще, и проще, что нам на самом деле сама вот эта климатическая зона, сами условия требуют и определенного рода вида власти. Ну, трудно сказать, потому что и в Норвегии, и в Швеции, и в Финляндии, и в Канаде вся эта штука решена. Ну, а не маленькие. Ну, вот, различие между количеством, ну, Канадой по площади не очень, количество и качественное вот это регулирование, которое Малышков в Москве все-таки внедрил, вот оно показывает, что... Если Малышков внедрил, почему нельзя в других городах внедрить? А потому что вот у них деньги были. У них вот, я еще хочу сказать... найдут деньги, и, господи, так может, власти это не нужно? Ну, ты понимаешь, перекладка труб очень дорогая вещь. Ну, мне вот, наш автор говорит, а вот, если Тверь замерзнет, как будем восстанавливать? Я говорю, проще построить заново. Тверь это 8 миллионов квадратных метров жилья. Это 8 миллиардов долларов США. Фигня! А, говорит, так мощностей нет, это у тебя рядом Московская область, где 8 миллионов квадратных метров жилья строят в год просто. Они этого даже не заметят, только обрадуются. Была история недавно в Петербурге, да, скрылся актером, по которой прокладывали, ну, по бумагам новые трубы прокладывали, а по факту клали трубы старые просто там, как бы там, бэушные. Бэушные, да. Бэушные газовые трубы. Да, и фактически сейчас все это надо заново, там, какие-то огромные суммы, там, заново все перекладывают. А где гарантия, что в других городах не то же самое делали? Значит, по поводу этого, значит, я могу сказать, у нас происходила та же ситуация, что в Твери и других городах, то есть была вот эта экспонентка. Да? Они начали искать причину и нашли причину, что под видом новых труб клали старые газовые. Потом люди начали разбираться, особенно фонтанки, журналисты, они говорили, давайте сопоставим карту, где такие трубы перекладывались, где они не перекладывались. И опыт показывает, что старые газовые трубы не являются причинами аварии. А, они что, не являются? Не являются. То есть это была попытка переводить с больной головы на дорогу. Ну, действительно, это чудовищно. Вместо взяли, намотали теплоизоляцию на старые газовые трубы и положили в качестве теплоснабжения БУшных. Вроде бы чудовищно. Но оказалось, на самом деле, опыт показывает, что причина аварии не в этом. Почему бы Петербург не вышел туда опять вверх? Да потому, что вы вспомните, у нас две было. Мы не лечим болезнь, мы лечим симптомы. Два было очень теплых лет. Помните? Или зимы? Да. Вот реально же. Прошлые и позапрошлые зимы, в отличие от последних патвиенковских, которые все были в снегах, все не расчищалось, они были почти без снега, потому что плюсовая температура была. Все таяло. Температура в минус 20 градусов эту зиму по-моему, два раза было. Ну, мало, да. Снега почти не видели. Снега почти не видели. И в результате было. И все они вот эту вещь знают. Они вот это пытаются трубы эти держать. То есть, конечно, Петербург не находится в зоне риска. Но я думаю, что в других городах ситуация еще гораздо хуже. Ну, просто это усугубляет. Мы расслабляемся, что у нас вроде тепло, и не надо ничего делать. А так ли дорого? Не должен переложить трубы, в принципе. Ну, дорого-долго. У нас в стране деньги есть, что переложить трубы. Ну, сейчас будет каждый пожар заливать нигарь. Сфикова. Там, значит, он... Мы можем не приложить трубы. Проблема посмотреть принципиально, откуда берет общество. Там была реконструкция теплоснабжения была. Минэкономразвитие предлагалось. И суммы там были в триллионах долларов. Я не помню. Меня назвали. Но нужно ли это делать? А в триллионах. Нужно ли это? Это не нужно, конечно. Потому что эта система централизованная, она не нужна. Вот если же стоит этот многоквартирный дом немецкий, да? У него в подвале стоит собственная котельная. Да? Подвести газ? Локально. Локально. Либо она на газу, либо было смешно на палетах на самых вот на этих маленьких зернышках деревянных. Она топится. Сколько у нас только и сделали. Вот. И у него нет никакой ни обратки, ничего подобного. То есть у каждого дома свое хозяйство, конечно? Да, у каждого дома свое хозяйство. Каждый дом, конечно, не подведешь, а все-таки... Не, в магистрали есть газа и воды стандартно. Есть же маленькие дома, у меня пятиэтажка, твой дом, например, отдельную газовую котельную она слишком дорого вам обойдет. Нет, нет, нет. Подожди, ну сейчас, например, даже в частных домах ставят. В частных домах газовая котельная, собственно. Она вот такая небольшая. Я понимаю, что она небольшая. Нет, ну смотри, перерациональный компьютер. Раньше думали, что компьютеры должны быть огромными. Что должен быть стать компьютером, у него большое количество терминалов. А теперь у каждого персонального котельного. Так же с котельными. Облачная система и так далее. Нет, так же с котельными. Раньше думали, что огромная котельная на много дону. Теперь может быть, опять же, из логики, что на каждый дом отдельная котельная. Если вдруг что-то случится, можно сразу локализовать проблему и решить ее на месте. А не так, что огромная котельная что-то случится и все. И коллапс. С отдельными котельными возникли другие проблемы. Возникли проблемы безопасности, проблемы обслуживания и так далее. Во-первых, во-вторых, прокладка газовых труб. А знаешь, какие потери, я думаю, тепла на передаче горячей воды по трубам? Большие, да. Большие. Для этого, чтобы потерь не было, нужно просто грамотно делать трубы и грамотно их ложить. Но все равно потерь всегда будет. И у них потерь тогда не будет. Потери всегда будут. В общем, мир пошел по другому пути. Наверняка люди считают. В результате у них устойчивость эта система, она гораздо лучше. Гораздо лучше, когда ты имеешь право централизованно грунтировать температуру в своих квартирах на уровне дома. А в сегодняшний момент она... И потом, а еще замечу вот этот фактор самовозвращаясь к тому, что если в каждом доме будет своя котельная и своя, так сказать, независимая от отца, то власть в некотором смысле потеряет власть над людьми. Ты скажешь, типа, ребята, да у меня тут в доме все свое и вообще отдельная страна. Я объявляю свою независимость. Но вы перешли, наверное... и до свидания. И власть не сможет контролировать людей. А когда есть централизованные, есть, так сказать, целые эти самые, целые отрасли, которые кладут трубы, кладут, строят отдельные огромные ТЭЦы, таким образом, власть через это может на людей влиять. А если у тебя будет своя самостоятельность, как на тебя власть повлиять? Да никак. По крайней мере, к всему этому надо очень готовиться. То есть закупать резервные генераторы, не пытаться загрещать эти... Понимаешь, какие у тебя точки... То есть ты предлагаешь готовиться к апокалипсису, вместо того, чтобы решать проблему глобально? Ну, не решаемо. Ну, по-твоему, она получается не решаема. Я вот с автором докладывал, по большому счету, он, конечно, еще хуже, чем я смотрю. С ним согласен. Что, быть может, наши старые индустриальные города в основном, это и не надо было патрон. Типа, где Троид, а где жить? А где жить-то будет? Как во всем? Вот я в Архангельске... В Архангельске просто умирает. Я, как я был в Архангельске вот три года назад уже почти первый раз туда приехал на машине. Вот мы на дачу ездили, казалось бы, так далеко. На транспорте, перекладных, там еще чего-то. Я туда дачу ехал на небольшой скорости за полчаса. И там полноценный дом из центра города, из самой экземплярной почвы. К другу на дачу съездил 20 минут. Ну, так как куда денется дверь? Переедет в Москву? Нет, она переедет в пригороды, как все. А как жить в пригородах? Как в пригородах? тогда эта проблема исчезнет? Локальная котельная? Локальная, локальная. Все будет абсолютно локально. Во-первых, такое количество по пригородам просто не разместится. Ну, в Америке же размещается. Ну, не знаю, как у них там в Америке, но ты представляешь... В Америке, ты вот представь себе вот, грубо говоря, дом, который здесь занимает площадь, не знаю, 100 парадных метров и живет 10 тысяч человек. А теперь ты... Ну, сколько здесь? В этом доме... Ну, во-первых, не 100, а вот здесь тысяча квартир. Тысяча квартир? Где-то 3 тысячи. 3 тысячи. 4 тысячи человек, как минимум. Ну, грубо говоря, не в людям будем говорить. Тысяча. Тысяча. Да. Тысяча... Семей, да. То есть тебе нужно построить вместо одного дома тысячу домов. Да, честно. Площадь они займут. Ну, и не такую большую. По сравнению с этим домом? Ну, по сравнению... Это один дом. По сравнению с 4 дома, где-то столько территории возьмешь. Ну, да, в России, конечно, территории нету. Да, это правда. А как они доживутся? В Сибирь? Кто поедет? В Сибирь. А почему в Сибирь? Вокруг Петербурга куча полей. Где вокруг Петербурга? Если бы вокруг Петербурга были земли, давно уже все застроено. Что-то застройщики, так сказать, кричат, что земли нет. Нету земли. Правильно. Все строят. Правильно говори. Правильно кричат. Потому что дорог нету, электропостанций нету, землю всех хозназначений. Хорошо, не будет земли всех хозназначений. Где будем продукты выращивать? Закупать в Бразилии, в Аргентине? А в России негде выращивать продукты. А где? Если ты сам говоришь, что по всей России надо будет расселить дома из городов, а где территорию-то возьмем? Ты прикинь себе ситуацию. Вот у тебя участок, скажем, 10 соток, 10 соток. А ты хочешь сказать, что ты будешь у тебя на участке выращивать себе еду? Я тебе рассказываю. Это так называемые дачные эти самые? Вот у тебя участок 10 соток. Давай посчитаем. 10 соток. Это значит, соответственно, каждый из них 100 квадратных метров. То есть это 10 в 3, да? 10 в 3, на одну семью. Теперь у тебя есть миллион человек, да? Миллион семей. Миллион семей. Тогда это у нас что такое? Умножаешь на 10 в 6. То есть это будет 10 в 9 метр, да? 10 в 9 метр. Квадратный. Да, в метр квадратных. Да? Да. Теперь спрашивается, сколько в одном квадратном километре метров? Да? Их ты не будешь смеяться. 10 в 6. 10 соток. 10 соток. Это 100 на 100. 10 раз. 100 на 100. Это ты никак не делаешь. 10 соток. сотка. Это 10 на 10. 100 метров квадратных. 10 на 10. Ну да. 10 в кубе квадратных метров, да. 10 в 6, да? Вот взяли и сохранили. То есть, чтобы у тебя разместить миллион жердей, тебе надо сколько получается? 10 в 3 квадратных километров. 10 в 3 квадратных километров. То есть, это тысяча. Это что? 10 в 3 квадратных километров. Километр на километр. 30 на 30. Километр на километр. Это получается? 30 на 30. Это у тебя, извините, площадь, как Санкт-Петербург, как весь Санкт-Петербург. Да, да, да. То есть, всего миллион человек разместишь, а в Петербурге миллион миллионов. Миллион квартир. Миллион квартир я размещу. Вот это нормальная ситуация. 30 на 30. Не уверен. А город сравнимый с Петербургом по размерам, Мельбург, он располагается на территории в 10 раз больше по площади. Это нормально. 30 метров. Это ничтожная земля в масштабах России. И все равно ты никуда не денешься. Россию ждет переезд в пригороды. Ну это как бы при улучшении качества жизни как бы неизбежно возникает как бы желание расселиться. Да, это сейчас тормозится в отсутствии в политическом доме. В политической воле тормозится. Все-таки квартиру как ни крути. Да, и он там будет жить гораздо больше. Отсутствие школ, отсутствие дорог, отсутствие возможности быстро добраться до центра города. И это расстояние, повторяю, это не расстояние, ничтожное. Это означает, что ты до центра города приезжаешь 15 километров. На скорости 120 км в час ты занимаешь 7 минут. Ну, по-моему, ты не едешь, ты минимум по автограмму. Ну, это и едешь здесь, вот это получается. Это первое. Представьте, если есть миллион человек поедут на работу. Ну, так и вопрос... И сколько ты будешь часов ехать? И вопрос, что у тебя приложение труда не должно быть в центре. Все эти вещи уже... А интересно, корабль ты будешь строить, что каждый у себя в доме будет строить? Немного сейчас корабль строится. По интернету корабль? Современно это сборочный завод. С производством 100 тысяч машин в год тысячи человек. Из них рабочих человек 200. Да. Современные продукты, хлеб, колбасу. Как ты будешь делать? Современно дерево обабатывающая крупная комплинация. По интернету будешь создавать колбасу. Так у нас все магазины с загородом сейчас крупные. Как довести до магазина? Так и чего? Ну, что ты рассказываешь? Ты мне задаешь такие вопросы, словно весь мир не живет в субурбиях. Весь мир живет в субурбиях. И Россию ждет тоже переезд в субурбию. Кстати, Игорь, а что мешает перейти от регулировки температуры к регулировке давления? Ну, полностью смена системы теплоснабжения. Так а что здесь? В смысле, как? Труги-то не надо менять, вернее, их надо менять, но постепенно. Ну, тебе... Да, нет. Ну, твоя главная задача сейчас будет там восстановить вот эту... вот такую... вот эти захороненные магистрали. На сегодняшний момент это нереально просто. А зачем их восстановить? Переезд в города лишит власть возможности управлять людьми. Ну, Волоков-то, Викит, идики-то... Ну, мы же сейчас... Мы же сейчас что делаем? Мы сейчас связываем... Других связываем власть... с организацией. Других нет. Нет, других странам же решили вопрос. Что ты как-то... Ну, другие страны... Ну, мы почему-то не признаем опыт демократических стран других. Мы считаем, что все они сволочи и гады, хотят нас заполонить и сделать нас рабами. Что их система, она не работает, лживая, фальшивая и так далее. Значит, смотрите, особенность современного пути как раз то, что он занимается очень низким вложением в капиталы, то есть в обновлении основных фондов. Вот так у нас устроен мир. Я тут с интересом узнал, что у нас продукция реального машиностроительного оборудования в год, ну, всех, притом всего, с запада, со всех стран, всего 30 миллиардов долларов в год. Все остальное, еда, электроника, эти автомобили, еще чего-то. То есть оно уничтожено, то есть не происходит вложение... Тебе же не нужно миллиард танкеров, один танкер. Верписяка стоит дешевле, чем каждому покупать по бургеру, грубо говоря. 6 миллиардов бургеров или один танк. Так ты о чем? Это о том, что ты веришь, что мало денег в промышленности. Конечно, их мало относительно того, что ты строишь только один танкер, который работает, он стоит, естественно, дешевле, чем, видишь, едининатором газе. Я же не о том, я о том. Тебе много, потому что людей много. Да не о идее, не о том, что она дорогая. О том, что говорю, что у нас везде повсеместно не происходит вложения в основные фонды и вложения капитала. Промышленную инфраструктуру... А зачем выкладывать, если есть для этого Юго-Восточная Азия? Ну это да. Куда можно просто тупо прийти... Ну мы сами не вкладываем. Поставить в ребенку какую-нибудь дешевую и фигачить там какие-то вещи, которые... Ну вот самое интересное, что сами как бы не происходит. Вместо этого... Вот вместо того, чтобы заниматься ремонтом и вкладывать эти деньги... И ремонтом, я думаю, а модернизацией все. Да. И модернизацией, и ремонтом... Ремонтировать без смысла старта. И чего-либо еще. У тебя происходит потихоньку. Ты взял, омертвил один участок, потом второй, потом третий. Пока у тебя дело не стало критичным. А зачем вкладывать? Это же уменьшает количество денег в твоем собственном кармане. Да, конечно. Или вот ты взял, приватизировал это. И на несловремен у тебя решает возможность поехать на Мальдивские острова, поехать во Францию. Да, да, да. Закупить золотой батон. Купить золотой батон. А некоторые бриллиантовый. Да, или это... Закупить еще одну яхту. Вот представь себе. Да, конечно. Зачем? И так все равно, в какой-то момент... Как эта группа называется Кавабрамова-то, это... Евраз, да? Группа называется. Крупнейшая наша металлургическая, где теперь помочь здесь самовладельцев. Вот. Вот что получается? Что этот парень должен жить на 1%, который ему остается после аморфизации всех его... Сейчас проблема с Митчеллом, говорят, тоже там, какая-то такая глобальная проблема, чтобы государство замешаться, чтобы его спасти. Да. Ну а как было с Пикалевым, то же самое, мода города, где... Так а с Митчеллом эта штука не спасаема, просто совершенно. Как государство тоже... Он должен заплатить его долги на 10 миллиардов долларов, так он все равно после этого умрет. Вот тогда же дали систему амортизационную. Да, амортизационную. То есть они какие-то вещи, конечно, делали, там, где-то неприродного литья, строили, еще чего-то... Поддержание процесса. Да. И у них это была текущая экономия, экономия давала не тут. Вместо того, чтобы жить на 1% или на полпроцента от рентабельности, которой они были, а то и быть убыточным. Они предпочли съесть эту амортизационную ренту, нажать, жить там на 25% где есть просто приватизация и амортизационная рента. И после этого жить и пробивают. За это жить никто не посадит, никто не осудит. Ну, осудим. За что? Кто осудит? Как ты? За что ты его поставишь? Он не наказуем. Почему? Ну, не вкладывал я в амортизацию, что он тебе... Меня за это посадить? Нет, посадить. По такому основанию. Посадить нельзя, но пальцем погрозить, сказать, ух ты, нехорошая промолочь. Да, хорошо. Это и указывает на то, что в нашем государстве возможна только централизованная власть, потому что не централизованная власть, как показывает практика, лишь оказывается... Но почему на Западе могут жить на 1% и живут нормально? А у нас нет. Там почему-то... Это задача. Почему как-то так получилось? Они понимают, что если они живут на 1%, то они живут несколько поколений. И они стабильны и спокойны. Она складывалась веками как бы эта система, понимаешь? Так а почему мы ее отрицаем? Непонятно. Почему мы ее не отрицаем? мы как раз отрицаем тем фактом, что мы говорим, что вот, мы так не можем, мы можем только в централизованной системе. Он вообще створя... Это все равно, что, грубо говоря, рабу дали свободу, он говорит, не, я не пойду на свободу, давайте-ка лучше, мне удобнее было жить, когда у меня был господин. Ну удобнее, да. Такая же система. Нет, ну, значит, ситуация, она такова, но очень многие страны социалистического лагеря, они стали предопределенного рода вызовом, но они же смогли построить у себя более-менее нормальную экономику. А вот не такую. Да, они поменяли идеологию. Ну, это не важно, как это будет. Очень важно, как будет, потом вы вынуждены будет это сделать. То есть одна из концепций, которая состоит, что каждые двое русских должны взять одного из замерзающего города к себе и приютить. Всего одна русская душа. Типа этого, да. Просто проявить свои... Ну, можно еще найти людей, у которых особо большие квартиры и подселить... Правильно. Побрать и поделить взял. И подселить к ним еще кучу народа, да. Нормально, правильная мысль, да. Ну, я хочу обратить ваше внимание, что в большом ряде российских городов капитализация, их жилья упадет катастрофически. Достаточно случиться... Это понятно. Случится этому в двух-трех городах, то остальные трехсот-четырехсоттысячники, они будут на подходе, и у них упадет. Поэтому, если сейчас... А еще можно и на такой рубеж городов, тридцать-четыреста тысяч. А есть какая-то штука... Именно они рискованные, да? Да. Есть такая штука, знаешь, в этом, в Урбанистике, которая даже как-то доказывается, очень специфическая. Она говорит, что после полумиллиона человек начинается сильное торможение в росте городов. То есть, вот этот кусочек от полумиллиона до миллиона взять очень тяжело в барьер. Ну, такой потенциальный барьер. Его большинство городов не берут. Ну, у нас, в самом деле, если Воронеж и Саратов это почти миллионники, так, с большим счетом, то мы посмотрим, то у нас, например, в европейской части России таких городов на 700 тысяч их почти нет. Ну, вот Тольятти, вот Ярославль. И как бы и все, пожалуй. Ну, так они же формируются в зависимости от того, возможно ли ведение бизнеса. Там есть какие-то вещи, что государственные... Как-то они доказывают, через то, что у них народные хозяйства, в том числе и системы теплоснабжения, оказываются, после того, как город перерастает в полумиллионные барьеры, то есть, у тебя количество издержек начинает резко расти. И оно начинает падать, после того, как ты там миллион с ГАКом тоже переезжаешь. У тебя начинает они падать как-то. Там просто связано с объемом. Да, как-то с размерами. Вот это там доказывается, что если у тебя город дорастает примерно до 300-400 тысяч, потом начинает резко тормозиться. Вот так произошло с Архангельском, так произошло с Мурманском, с Тверью, с той же Тверью. То есть, это города доросли до определенного уровня. Я смотрел по Архангельску, темпы роста, они в 2000 году предсказывали 550 тысяч человек. Фиг там, 330. То есть, он дорос до 400 тысяч, и потом начал падать. Потому что там определенного рода хозяйственные... Я не знаю, как это доказывать, но такая теорема вот есть. Поэтому наиболее вероятно, я повторяю, что это города, вот 300-400 тысяч, это, как правило, областные центры по нашему России. Ну, я почти убежден, что, например, в зоне риска находится Калуга, я убежден, что находится в зоне риска находится Тула. Безусловно, по тому, что я видел, в зоне риска находится Костромах, вот там и нету 300 тысяч. А в зоне Суздаль? В Суздаль нет. А в зоне Суздаль нет? Конечно, там все индивидуально. Владимир? Владимир, скорее всего, да. Владимир, тот же Ярослав. То есть, все за одно и кольцо набирается? Ну, это то, что мы где были, потому что в этом мы и такое называем. Хорошим кольцом станет? Да. Значит, по урбанистике тоже там такая теорема доказывается. В чем проблема ближнего кольца вокруг Москвы? А в тем, что у тебя большое количество народу, населения, оно работает вахту мета в Москве. Ну, там почти все милиционеры, там гостиницы в партии, они в Твери живут, скажем, пять дней, а потом на семь дней они ездят в Москву и там ночуют. Ну, вот так. А потом снова возвращаются. У них проблема состоит в том, что они платят по нашему законодательству, деньги оставляют в свои налоги. Вот там, в Москве. Такая же проблема в Ленобласти, когда... И Ленобласти, да. Когда, да, когда пользуется инфраструктура Ленобласти, а налоги... Платят в Петербурге, да. Платят в Петербурге, да. И там такая же ситуация. Если мы, помните, проезжали сквозь Калугу, увидели удивительный там этот разгром такой. Ну, запомнили, да? Я бы говорил, что в Твере так же. Я в Твере был в прошлом лет. Да, в Твере, ту самую Тверь. Поза не почем. Понятно, налоги в Москве, страховки и так далее. Конечно же, выше, страховые люди переезжают, регистрируются в области, чтобы платить меньше налогов. Да, ну вот я хочу заметить, что почему эти города, кольца Москвы оказались в зоне бедствия. А вот поэтому. То, что вот она из них вот все отсосало. Такая ситуация у нас в стране возле любого. А вспомните, по дороге едем, уже доезжаем подальше до Орла, да? Там совсем другая ситуация уже. Там город своей жизни уже живет. Там он не дает свои ресурсы, свои средства в Москве, как в отличие от Калуги. Там совсем другой город, современный, а Белгород вообще картинка. Ну, там же губернаторам, конечно, повезло, да. Вот так едешь, 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 и вот такова ситуация. Ну вот, я вот это просто решил, доклад, хотя он и немой, его обнародовать как-то, потому что к этому надо как бы быть готовым. Ну, как минимум... Петербург-то не грозит и Москве? В Москве точно не грозит. Закрывайте спички, соль, дрова. В Петербургу тоже не грозит. В Петербургу, да. Здесь состояние неплохое. Хотя, помните, вот эти были, первый год Полтавченко, вся зима у нас была в гейзерах, вот этих теплоснабжений. Первый год. А сейчас, как бы, так это немножко, как бы, затихло. Вот эта зима, но она потому, что была очень теплая. Поэтому мы зиму прошли хорошо. Но это не означает, что в следующую зиму мы так же пройдем хорошо. И стоит замерзнуть одному трем трехсоттысячникам или четырехсоттысячникам, то это будут последствия такие смешные. То есть, конечно, это будет быстро купировано. Вот мне сейчас понравилось, как средство массовой информации в последнюю купировали аварию ракеты Паратон-Тет, да? Просто хопоток. Несколько часов, это было новостью, а потом про это все забыли. С предыдущей его... А что, смаковать, что ли, в бесконечности? Ну, предыдущей, вот, например, даже еще год назад, которая погибла, там смаковали дольше гораздо. И где-то ток-шоу, что-то, а тут, ааа! И здесь будут стараться купировать, конечно. Ну, по крайней мере, нас ждет нечто интересное. Как в Чернобыле купировали? А мистическая помощь нас не ждет? Мистическая. Ну, вот она, мистическая помощь, она и была. Вот эти две патологично теплых зимы, особенно прошлая, которая в Сибири была очень теплая. Это была явно мистическая помощь. То есть, с одной стороны, у американцев... Какая проблема возникает? Теплые зимы, большой коллектив... Может, криво изменяется? У нас тропики будут? О! Ну, это уж со всеми. Вся про тропики. Да, если у нас... То, что все мистические силы, они у нас делают тут в Петербурге субтропики. Чудо просто такое. Но, с другой стороны, чуть там не до марта или до апреля великие американские озера стояли замерзшими. В этом году. Американцев наоборот. В этом году были. Кто его знает? Сколько хватит? Сейчас видно, как у Бога благоволись. Вот она, где правда-то. Небесная. Это без шуток. Это как странно... Говорят же, он Ринке же писал, что... Его спрашивали, а с какими странами граничит? А с чем граничит Россия? И мы отвечали, а с его точки зрения Россия граничит непосредственно с Богом. Да. Или кто его? Гринке. Гринке. Это известный немецкий поэт, который пытался учить русский язык и даже пытался писать стихи по-русски. Кстати, они просто известные, а у нас они выдающиеся. Как у нас может быть Пушкин? Ну, в мировой культуре он, конечно, более значим, чем Пушкин. Ну, понятно. По масштабу. Не знаю, не знаю, как по количеству художественного подарования, но в мировой культуре он, конечно, звезда номер один в отличие от Пушкина. который Пушкин, наш национальный. Думаю, в прямую к Богу зачем он будет? Местечковый. Нет, ну почему? Я думаю, что по качеству это Пушкин вышел все-таки. Потому что он наш. По словам. Не, он просто на санскрете писал. Пушкин, конечно, безусловно. А тут на немецком. Да. Он из-за первой причины. Одна, если скажем. Вот. Это вот. И он границем непосредственно с Богом. Вот у нас границем непосредственно с Богом. И посмотрим, сколько у Бога мощи хватит вот подобного рода делом выдерживать. Нет, мистическим образом может сесть в магистрали и... Ну это уж будет совсем удивительное чудо. Захоронили или восстановили? Да. Ну вот вы же обратите внимание, я тоже по погоде смотрю. Надо просто молиться. Зима 1941-1944 год. Она же была патологически какая-то холодная. А эта зима у наполеоновского вторжения тоже была резко холодная. Обычно ведь не так. Бог все-таки держит у нас под колпаком. Да. Что-то как-то так. То есть иногда очень сильно помогает в определенные моменты. Это вот очень-очень интересно. То есть как-то умеют работать именно с погодой, с климатом. Он, безусловно, не Бог, потому что они всемогущие. Но вот как-то с климатом получается работать. Молиться умеет. У нас есть такие молельники. Говорит же тот же Переслегин, что русский это как-то не национальность, а способ включенности в исторический процесс вот этих громадных территорий. В отличие от всех остальных народов, которые просто народы. А это у нас здесь, грубо говоря, посредством русских разговаривают конкретно Сибирь просто. И конкретно Великая Европейская равнина восточно-европейской. Вот такой вот есть подход. Понятно, что тогда с погодой можно работать. Когда нужно, то она будет. Сначала у нас нефть и газ, потом будет у нас вода, когда во всем мире воды не будет. У нас Байкал, как начнем? Будет и будет. Я тут узнал, что с Нового года у нас много чего упало из металлов, а то коникель на 50% вырос. Опять же, глобальное потепление. Да. Ну все, да? Да. Ну все, да.